привет друзья сегодня расскажу покажу как можно сделать в моем случае здесь брусок был 45 на 45 взять вот такую загогулину так сказать такую ножку при этом не выходя за пределы самого бруска ну здесь было 45 стала 40 на 40 из-за пропилов естественно чтобы такую же штуку сделать из обычной доски то нужно брусок будет вот таких приблизительно размеров настолько больше чтобы такую загогулину забубен это уже можно использовать как ножку все что как угодно или вот как сделать кабриольку такую всего несколько пропилов 2 и у вас вот и сороковочки такая штучка все уже готовая ножка можно и пока зашлифовать покрыть маслом и все если вам интересно то погнали первым делом что мы делаем если делаем вот эту штуку мы просто делаем два пропила практически по центру если вам какой-то нужен определенной формы орнамент я думаю что здесь можно заморочиться но сейчас сам при сам принцип так сказать построение всей этой конструкции идем пилим ну теперь самое интересное правильно сложить это у нас один элемент с плоскостью это мы склеиваем так этот элемент как он у нас получился вот тоже плоскость сейчас мы их склеиваем пока у нас это склеивается переходим к ножке кабриоль и 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 вот сколько вышло записи всего два профила убираем верхнюю часть убираем нижнюю получаем ножку вот как вот 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 укроем маслом так это масло у нас тиковая нет это масло террасная махагон для пущего эффекта иди как в принципе все просто квадрат уже готовый соответственно если вы будете делать ножку царги сюда крепите и все и уже будет необычная форму можете придать абсолютно любую это я просто прям сказать на скорую руку форму можно быть более сложную еще какую-то но всего два пропила ленточной пилы все я свое время пробовал даже лобзика но с длинным полотном это получается в принципе все нормально но приходится больше зашлифовывать здесь не так все ровно и быстро и предварительность лобзиком здесь с ленточкой проще с лобзиком приходится приклеивать все это складывать конструкцию скотчем бумажным он просто от вибрации не развалился но это можно и лобзиком сделать то есть там не прибедняться что если бы ленточная пила у кого-то была там есть кинетики родной вот а при желании конечно можно сделать сейчас у нас должна высохнуть как первая конструкция и к ней вернемся но она у нас склеилась теперь самое интересное она будет склеить вот так у нас уже склеилась сейчас шлифанем часть и склеим ну все склеилась конструкции вот такая получилась штучка вот она что-то подобное также уже шлифованная покрыта маслом здесь она потолще кстати насколько должна была быть доска чтобы из нее сделать вот такой ширины то есть она в полтора раза должна быть минимум шире размером чтобы сделать такую загогурина если цельно делать но этот способ я еще применяю когда делаю спинки для стульев когда из одной узкой так сказать деревяшки можно сделать какой-то наклон то есть если здесь вы срезаете с другой стороны вы его доклеиваете получается что брусок был бы 50 там на 50 50 на 40 но при этом у вас получается кривая то есть не нужно это делать из широких досок склеить щиты такой способ у меня есть на ролике его в плейлистах брутальная мебель где я просто из прямой палки срезал с одной стороны с другой потом то добавлял с двух сторон и получалось совсем кривая пока боковина для стула то есть как это можно сэкономить в принципе получается достаточно хорошо кто конечно этот способ знал ничего нового себе не открыл ну для начинающих как идея что можно в принципе из одной прямого бруска сделать что-то такое кривое сделать ножки какие-то кривые при этом не не уходя за пределы своих размеров то есть вот брусок уже когда он отшлифованный вот такая штучка как будто его просто изогнули действительно как он есть по всем размерам он одинаковый как вариант ну и соответственно если есть ленточная пила то можно взять вот такую ножку всего два пропила вот вам уже ножка сразу меняется и мебель и столик и все что угодно более классические варианты без каких там либо станков более сложные только на ленточной пиле и все надеюсь видео было вам полезно не забудьте им поделиться друзья тем сам поможет поможете развитию канала всем удачи и пока